Добрый день, дамы и господа. На нашем телеканале бокс, великолепный бокс, лучшие бои Майка Тайсона. А в эфире с вами, как обычно, наш прославленный тяжеловес Игорь Высоцкий. Здравствуйте. И обозреватель газеты Спортэкспресс Александр Беленький. Сегодня мы вам покажем бой, который мы пропустили по чисто техническим причинам. Бой Майка Тайсона с Джейджем Тиллисом, по-кличке Быстрый, Квык. Просто это длинный поединок. Он продолжался все отведенные на него 10 раундов. Это, кстати, первый бой Тайсона, который прошел всю дистанцию. И он достоин отдельной программы. Не только по причине своей продолжительности, но и по тому месту, которое он занимал в карьере молодого Тайсона. Это 20-й бой Тайсона. Состоялся он 3 мая 1986 года. Вот, в углу Тайсона мы по-прежнему видим Кевина Руни. У железного Майка немного новая прическа. Игорь, вот, насколько я помню, тогда этот бой, ну, мы уже предварили его результат, сказали, что он продолжался всю дистанцию. Тогда это восприняли как потрясающую какую-то сенсацию, нечто невообразимое. Как тебе кажется, почему вот часто противник, который, ну, в общем, не выглядит особо сильным перед боем, вдруг оказывается таким неудобным, таким тяжелым для тебя? Вот у тебя же в карьере наверняка такое было. Да, конечно, но дело в том, что если человек быстро двигается, уходит от ударов и не дает возможности противнику наносить эти удары, то, конечно, он может подержаться 10 раундов. Да, были такие бои тоже в Штатах. Мне давали быстро такого мальчика, который очень быстро... Бегал по рингу? Да, бегал по рингу и просто приходилось все время пересекать углы и все время доставать его. Ну, все равно по очкам я, правда, выиграл, но дело не в этом. Конечно, хочется эффективное. И так же хотелось, может, тайцем эффективно закончить бой, а он не смог. Тот, кто не смог за счет скорости ног, тот быстрее двигался и все. Мы сейчас посмотрим все это, будет видно. Посмотрим, да, потому что мы вот увидим этот бой. Ну, да, кличку Телеса Квик вроде бы подразумевает именно такой бой. Ну, да, скорость. Да, скорость, именно такое ведение боя. Кстати, скорость ему не всегда помогала. Дело в том, что на тот момент он выиграл 31 бой, проиграл 8. Я имею в виду Телеса. Он проиграл 4 боя из последних 5. В общем-то, и рассматривался как достаточно легкий соперник. Правда, проигрывал он только по очкам. Вот в этих боях перед Тайсоном он проигрывал только по очкам. Ну, наверное, поэтому шустрые беги еще достать не могут. Ну, вот сейчас увидим. Ну, он так вот и начинает, да, легкий на ногах, тяж. Да, как Касси Усклей, начинает двигаться. Ну, это вот один из тех боксеров, про которых говорили, что вот Мухаммед Али, Касси Усклей, испортил целое поколение тяжеловесов, которые пытались ему подражать, не имея данных. Да, да, да. Целая система тренировок, чтобы так же двигаться, так же бить. Это все очень трудно. А они просто подражают. Да, да, в том-то и дело. Ну, и кроме того, еще данные нужны. Это нужно вот это феноменальное чувство дистанции. И техника. Техника, да. И скорость, скорость вынесения удара. Он же делал все в движении. Он носил удары сразу, передвигался. Да, он же бил, когда он же не просто бегал. Ну, это вот явно человек вот насмотрелся. Правда, вот сразу видно. Да, да. Он еще так по стати чуть-чуть на него похож. Но очень хорошо. Вот это движение руками, когда он так остраняет противника, который так, как Касси Клицкого. Ну, Мухаммед Али так все время исполнял. Возьмет там свой противника, отодвинет, оттолкнет. Вот так небрежно, легко, да. Но, знаешь, вот понятно, что это далеко не Мухаммед Али. Но вот первое впечатление у меня о Телесе неплохое. Вполне приличный боксер. Ну, смотрит пока первый раунд. Ну, во-первых, он, мне кажется, не очень боится. Он видит своего соперника. Боязнь, нет, но есть опаска. Да. Вы будете что-то опасаться. Он, кстати, довольно небольшой для тяжа был по весу. Рост это у меня, насколько я понимаю, где-то около 190. Может быть, поменьше, 185-187. А веса в этом бою у него был порядка где-то 94 килограммов. У него справа хорошо проделал. Тайсон попал только в плечо. Он пытается, он видишь, он... По-моему, он пока ничего серьезного не пропустил Телесе. Нет, нет, и ничего хорошего тоже не сделал. Ну, вот же, вот-вот, как хорошо. Слева неплохо. Да, да. Тайсон с сервисом проводил. Он, который атаковал. Вот еще она такую, пожалуй, видишь. Защищается и левое, и правое. Очень хорошо. Ты знаешь, что-то интересное. Это довольно ранний бой Тайсона. Но вот мне кажется, что здесь Майк действует несколько прямолинейно. Пробило против фотоцелла. После удара гонга Майкл пробил. Ну, я думаю, что он не нарочно. Он, по-моему, в данном случае был просто по инерции бил. За первым углом. За первым углом. Ага. Под ребра. Вот здесь покачал Майкл Тайсон немного. Он отдалкиваешь, он не достает еще немножко, так, конечно. Промахивается. Тайсон очень много промахивается. Да, да. И вообще он как-то, на мой взгляд, проводит этот бой, ну, можно было бы лучше. Он как-то прямолинейно агрессивен, как я уже говорил, и даже странно. Это еще, напомню, 3 мая 86-го года. Это еще совсем молодой Тайсон. Вроде бы он еще тогда не превращался в такого жесткого, однозначного агрессора. Не, ну, все равно, вот бои, понимаешь, они все равно дают свое. И вот эти все бои, свои предыдущие, он выигрывал все в основном в первых раундах. И все равно она, там, осадок дает. Ну, конечно, конечно. Потому что он верит в себя, верит в свой удар, верит в свой успех. Ну, тот, тогда вот, было такой мини-сенсации вообще, то, что... Вот, что он продержался, да. Ну, только они все хотели же узнать, сколько он продержался, сколько может Тайсон продержаться. Ну, он продержался, 10 раунд продержался. Ты очень точно говоришь, тогда я хорошо помню, как в боксерских журналах в то время шло обсуждение вообще. А какая выносливость у Майка Тайсова? Ведь никто, никому он не дал возможности себя на выносливость проверить. Вот заодно, и они убедились, что он может выиграть 10 раунд. Он в хорошем общем-то темпе работает. Ну, пока второй раунд. Да, но второй раунд, то есть, видишь, идет борьба. Ты знаешь, еще, мне кажется, тут одно, одна вещь имеет место. Хороший оберкотчин. Хороший, да, хороший через удар снизу провел. Одна вещь имеет место. От Тилиса в этом бою никто ничего не ожидал. Он в этом плане был психологически расслаблен. И, может быть, из-за этого и прыгнул несколько выше головы. Это же очень важно, когда... Дело в том, что он просто настроился на бой. Настроился на свои защитные действия, на свои удары, на дистанцию, которую он может сохранить. Ты видел, как сейчас по печени пробил, и совершенно Тайсон не ожидал этого удара. Вот такие вот неожиданные приемы, они как раз и немного обескураживают Тайсона. Вразрез пробил очень хорошо справа. Да, да, то есть бой пошел не по сценарию. Не по сценарию Тайсона, но если он теряется сразу. Ты знаешь, вот интересная вещь. Я заметил, среди поклонников Тайсона, есть такая тенденция, особенно сейчас, делать вид, что боев, как вот этот бой с Тилесом, как следующий бой с Грином, как бой с Джеймсом Смитом, Тони Таткером, это те бои, которые прошли дистанцию. Что их как бы не было. Что Тайсон всегда всех нокаутировал, а вот этих боев как бы не было. А их, они как бы незаметно прошли. Да, да, да. На мой взгляд, это вот принципиально неверный подход. Их просто, наверное, не афишировали, да и все. Нет, да, ты знаешь, наверное, да, со временем они как-то ушли на задний план. Да, они стали говорить об этих боях, поэтому они, в общем-то, так и с памяти, может, зрителей, с памяти специалистов, они так стерли. Ну, тут просто, наверное, еще делали. Вот, смотри, сейчас. Хороший вон. Да. Ну, видно, что здесь, тут самое... Тайсон, боксор, боксор боксирует в равную. В равную сумму. Да. Джеймсон. Хорошие моменты. Да, да. В общем-то, я считаю, что Джеймсон не проигрывает. Не проигрывает? Нет. Вот третий раунд сейчас. Ну, ты знаешь, мне очень... А он, конечно, атаковать начинает с первого раунда, этот сам Джеймсон начинает атаковать. Слушай, а у меня к тебе такая идея, что ли. Ну, да, можно сказать, идея. Вот представь себе, что на месте Джеймса Тиллиса стоит Али, который еще был Кассиус Симплеем 64-го года, который дрался с Санни Листоном. Вот, мне кажется, я понимаю, что это все пустые рассуждения, так сказать, досужие, да? Но мне кажется, что... Похоже. Что Али был бы... Али бы его победил. Вот именно вот... Тиллис делает примерно то, что делает Али. Только он от Али составляет процентов 20, да? Ну, да. А вот представь себе, что был бы настоящий Али. С его руками, которые в два раза быстрее. Саша, ты знаешь, я никогда не прогнозирую все эти дела, нет. Я знаю. Но помнишь, мы с тобой, тем не менее, как-то обсуждали это? Нет, ну, я считаю, что Кассиус Клей – это сильнейший из всех. Мухаммед Али, да? Да. Я тоже так считаю. Никого, в общем-то, и не было. И я думаю, что пока и не будет. Ну, мы хотим сказать телезрителям... Ох, хороший сейчас удар навстречу. Мы хотим сказать телезрителям с Игорем, что это только наше мнение, и мы его никому не навязываем. Если кто-то считает иначе... Пусть считает. Пусть считает, да. Сейчас, кстати, опять очередная... Атака была. Атака. Тайсон, неточный и отличный, отлично встретил его телезрителям. Вот видно, что прямо когда телезрителям бьет, он оставляет руку там специально справа, чтобы Тайсон не мог ворваться к нему. Вот, 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 хороший был. Но он не достиг, не достиг, не достиг, да. Но все-таки так остановил. Он пытается, он пытается что-то сделать. Попал, попал, да. Ну, отвечает, видишь, что тоже самое. Самое главное, чтобы не стоять на месте. Когда будут только стоять, Тайсон просто разорвать. Ну, хороший, хороший боксер. Я даже смотрю на него, откуда... Голову высоковато держит. Да, это да. Но я смотрю, проиграл, там, 4 боя из 5 перед боем в Тайсон. Он хороший боксер. Он объективно гораздо лучше тех, с кем Тайсон дрался. Для отключения нужно Фергюсона. Ну, видишь, атакует, подходят, он... Злой, злой. Да, не боится, смелый парень. Злой, хороший. Да, вы же видели, как радует... Конечно, конечно, ну... Да, видишь, хороший бой. Почему уже нет? Здесь хорошо нырнул Тайсон, да? Это он делал, конечно, потрясающе. Ну, это вот, по-моему, та самая серия. Ну, это попал немножко, да. Досталось. Ну, все было предложение. Это у нас уже четвертый раунд, да? Да. Знаешь, а, между прочим, вот я посмотрел послужной список Тилеса. Закончил он карьеру со счетом 43 победы, 22 поражения. Ну, просто удивительно. Особенно сейчас приходится видеть тяжеловесов. Вот с левой сбоку. С левой, да. Великолепный майкл вот, кстати. Вот. Сейчас приходится встречать боксеров с сложным списком там тяжеловесов 15-0-20-0, которые рядом с ним не стояли. Опять справа, снизу засадил. Все время он не дает... Он работал, не дает ему, не дает думать. Молодец. Хорошо работает. И такой, настырный, настырный, не боится. Молодец. О, видишь, какой хороший бой. Вот, серию как хороший провел. Да, вот там Диктор говорит, Тилес наносит удары. Действительно, это никто не видел до этого боя, что по Тайсу он так много, так часто. И, в общем, так сильно попадали. И вот сейчас-то я не вижу, Тайсон, такие, в ближнем бою, вроде бы, должен был вот эти апперкоты у него классные были. И боковые удары. А вот он что-то вблизи сейчас не пользуется этим. Да, да, пожалуй. При том, что он, как он бил апперкоты уже в первом бою. Видишь, он в основном прямым сейчас работает, ну, боковыми, но такими, как, с дистанцией. Вот, вот этот момент. Класс, да? Мороз, хороший, ага. Этот, во все нарезки всех программ от Тайсони, вот этот момент вошел, когда он садится на корточки и на корточках качает маятник. Делает солнышко демпси. Смотри, все время он вот этим левым таким, снизу, чуть-чуть сбоку встречает Тайсон. Сейчас Тайсон, правда, блок уже поставил, видимо, знал, ждал этого удара. Да, он постоянно, причем, встречает снизу, по печени. И по печени, да. Нет, он, Жиря, посмотрел, у него первый удар прям, как будто, зрения по печени. Но он не специально, чтобы справа он его не атаковал. Ну, да, когда дали по печени атаковать, справа становится проблематичнее. Хорошем с него тоже, если хорошо попали. Пролетел. А-па! Ну, это нет, ну, вот так просто сбил его. Да, да, да. Ничего особенного, он улыбается. Ну, это, конечно, нокдаун, но, по-моему, больше у него просто из-за потери равновесия, да? Да, нет. Нет, все нормально, видишь, он бросился, я не думаю, что там, да нет, сильного удара такого не было. Он просто щипывал, да. Да, пролетел, он там потерял равновесие. Равновесие потерял, да, проскочил. И он вдогонку просто его. Ну, в челюсть здесь там... Удар был, прямой удар, углы, в смысле, чистый удар, да. Но особо сильным он не был, конечно. А, ну, вот то же самое дикторы говорят, ведущий комментатор американский, что он потерял равновесие, и поэтому Тайсон его уронил. Мне кажется, Майк немного разочарован таким ходом. Ну, я думаю, что любой боец, который не может зуб пробить, он теряет просто уверенность немного в себе. Это же психология тоже действует на него, это все, что он не может попасть. Никак не может его ноклукировать, быстрее закончить бой. Каждый боксер хочет быстро закончить бой, а он не может. И он еще и получает такие удары. Конечно, он задумывается сразу. Он задумывается и сомнение в его... Вносит сомнения в Майклу. А Майкл... Он же агрессивный человек, он тоже... И как вспыльчивый, так же им... Да, он не гас. Ну, мы уже рассказывали в одной из наших передач, что по любителям еще, когда совсем молодой Майкл, он терялся, если соперник не падает. Он пришел в угол, там, по-моему, Тед Атлас еще тогда его тренировал. И он, да, Атласу кричал почти в истерике. Что делать? Он не падает, он не падает. Ну, такой нервный срыв небольшой. Ну, здесь Тайсон уже заматерел никаких нервных срывов по поводу того, что Тилес не падает, нету. Но какая-то растерянность есть. Ну, я думаю, что не растерянность, потому что он сейчас будет искать еще какие-то... Ну, ты смотри, ты смотри, что делает. Абалденная реакция у Майкла. Реагирует, очень хорошо реагирует на прямые удары. Бороться ему не надо, он начинает бороться неплохо. Самое удивительное, что Тилес, в общем, на любой дистанции с ним ведет чуть ли не равный бой. Равный бой, в общем-то, за исключением там. Ну, он всесторонний, видно, тоже жажет, хорошо. Да, да. И в ближнем бою работает, и на дистанции работает хорошо. Не могу понять, почему у такого боксера была такая скромная карьера. Ну, ты понимаешь, я ведь скажу, что есть такие боксеры, которые настраиваются на сильных, очень хорошо настраиваются. А, да, 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 конечно. А с более слабым настроем нет, и они как-то по-другому работают. Сейчас два удара по корпусу, слева и справа. Да, я почувствую, я думаю. Да, да. Джеймс почувствую. Вот сейчас тоже эти удары все приходится Джеймс переносить. Ну, ты понимаешь, у него нету вот этого растерянного выражения лица у Тиллиса, который мы видели вот у десятка соперников, там, после того, как они пропускали первый удар Тайсона. Я думаю, что сейчас вот Филлис подустал, он так отдыхает немножко. Да, взял паузу. Ну, что, хороший бой, да? Да, красивый бой. Просто удовольствие смотреть. Зажал руку. И удовольствие смотреть не только из-за Тайсона, но и из давно забытого Джеймса Тиллиса. И вот ты правильно сказал, так как этот бой не был типичным, то его как-то и подзабыли, его нечасто показывали. Показывали, знаешь, вот этот эпизод, где он на корточках качает маятник. Этот эпизод, как я уже сказал, во все нарезки вошел. А сам бой, в общем, как бы так. Так, это шестой раунд, да? Да, шестой. Понимаешь, так летит, я так нравится больше, я уже потерялся. Очень быстро проходит, я тоже, как теряю ориентацию к бою в раундах. Он думает, что он тяжело, так он получше. Нет, ну, знаешь, мне нравится его взгляд. Вот этот человек, который никак не смирился с ролью статиста, который не собирается тут некрасиво падать, некрасиво бегать. Не сдавать позиции. Не сдавать позиции, да. Да, шестой, да. И вот сейчас, говорят, что у Тилиса проблемы с выносливостью, так как это единственный бой Тилиса, который я видел, мне трудно сказать, что он обычно увядает к концу боя. Может быть, из-за этого он и проигрывает. Не, ну, видно просто, что он сейчас, видишь, он работает на дистанции, и если 5 раундов были, 4 раунда были такие агрессивные со стороны Джеймса, то сейчас он, видно, отдыхает, пытается отдохнуть. Да, да, конечно. Ну, и Тайсон как-то не... А Тайсон, они же не пользуются моментом сейчас, наверное. Да, нет такой агрессии, вишене. Я думаю, что он еще растерянный все-таки. Не знаю, то ли он не дотренирован, то ли действительно растерянный. Наверное, в сути, это скорее психологически. Интересно, Тайсон выговорит по очкам, вот по раундам сколько... Сейчас вот раунд выигрывает Джеймса, смотри. Ну, там, по-моему, примерно пополам, по раундам. Тот, что в предыдущий раунд выиграл Тайсон, это 120. Там отвечал комментатор американский, ответил на твой вопрос, но, по-моему, он несправедлив. Он сказал, он отдал три раунда Тайсону, один Телесу и один ничейный. Я не согласен с ним. Мне кажется, что два-то раунда Телес выиграл хотя бы. Вот ты из пяти ты имеешь в виду? Да, да, да. Да, 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 нет, он выиграл, конечно, пару раундов-то. Хорошо. Да, второй, третий, я показал, что второй, третий он выиграл. Сейчас хорошо обменялись сериями по корпусу. И уже там легкие были, серия, это ли из легких ударов, это такая скоростная. Но это был один из очень много раз, может, только один раз, когда он выиграл. Ну, справа. Убилл справа. Еще раз справа. Ну, не сразу раз, перехват это, вижу. Посмотрим повторы сейчас. Ну, вот видно же, как все-таки хорошо Тайсон этот маятник качает. Да, удар-то мимо прошел. А вот это, как раз это, серия по корпусу. Вот справа удар. Да, все ключевые такие моменты этого раунда. Сейчас не достал, Тайсон. Эй, Джо, вы слышите нас сейчас? Да. У нас микки не было открыто. Я еще не слышал одну вещь из Тайсона. Да. Я, 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 неожиданно, неожиданно это было для растущих, растущих уже тогда аудитория Тайсона, быстро растущих. Не, ну, я скажу-то, они наоборот, зрители-то хотят посмотреть бой. Им тоже неинтересно один-два раунда. Им надо, они плавят деньги для, для чего? Чтобы побыть как можно больше в этой атмосфере боя. Чтобы посмотреть, как раз, я думаю, что зрители-то, как раз, рады. Они довольны. Ну, скорее всего, да. Что такое длинное продолжение боя идет. Десять раундов для них-то великолепно. Они смотрят красивый бой. Они наслаждаются. Тем более, если специалист смотрит такой бой, это же великолепно. Да. Это уже седьмой раунд. И все, в общем-то, в прежнем ключе, да? Да, все начинается так же. Он так может кружить, начинает на дистанции, держит на дистанции Тайсона. Просто, Тайсона никак не может подобрать ему ключ такой, чтобы сразу ворваться. Или просто, может быть, он не настолько готов. Даже непонятно. Обычно он реагирует на кого-то, он в ближнем бою даже, стоит в ближнем бою, он ничего не делает. Ну, я думаю, что дело в том, что вот именно в том, что он готовился к бою с человеком, который проиграл четыре боя из пяти. Настроился, что это будет такой проходной поединок на раунд два. А тут вот, нате. Да, и все удары такие, с дистанции все проходят. У Джеймса. Да, но все-таки это даже как-то немного странно видит Тайсона, молодого совсем Тайсона, который как будто не очень понимает, что ему делать, да? Вот сейчас снизу, справа пробил, наконец-то. Вот, видишь, какую серию он пропустил ударов. Вот, и бороться. Майкл, видно, тоже за эти 7-7 раунд, которые подустали. Подустал и напропускал. Он, может быть, не таких сильных, но точных ударов. Главное, их достаточно много было. Ну, и потом тут еще одна деталь. Тогда о Тайсоне этого не знали, но мы сейчас это знаем, что все-таки с веносностью у него все в порядке, но после шестого раунда, вот, хорошо. Серия великолепных ударов была скончена. Да, и там апперкот был хороший, но в теле стоит. Так вот, после шестого раунда Тайсон все-таки встает. У него очень мало нокаутов после шестого раунда. По-моему, буквально два. Великолепно сейчас два удара проведены. И в голову, и в туловище. Справа. О, Джеймс тоже атаковал слева сбоку. Ну, в общем, серия была. Да. Пусть она там не все удары достигли целы, но все равно серия была хорошая. Вот, левая боковая. Сюрки же опять там заделали трусы. Все-таки ему низковато он бьет. Да. Низковато рюкот. А, вот, смотри, это вот эта знаменитая его двойка из двух апперкотов. Первый раз опрокинул он ей соперника, я имею в виду Тайсон. Это, кажется, был Лоренцо Бойт. Но, как мы видим, применял он ее уже тогда. Уже несколько раньше. Нет, кажется, Реджи Гросса. Первый раз он уронил человека этой комбинацией. Это был Реджи Гросс. Вот интересно сейчас Джеймсу, что вот в углу говорят. Ему, наверное, наверняка говорят, слышь, выиграешь бой. Давай, давай, еще старайся, делай. Ты знаешь, вот на... Что говорить в углу Джеймса, я не знаю, он, в принципе, делает все правильно. Он выступает на все 100% своих возможностей. Я не вижу каких-то ошибок у Телеса. Не, он работает хорошо, я говорю. Он делает свое дело. Да, 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 да. Он выполняет свою работу. Вот дали задание, он должен на дистанцию его продержать, пустить его, так он еще и атакует, и еще пробивает такие серии прекрасные. И его, в общем-то, не боится, и делает свое дело. Ну, в общем, хороший боксер и хороший бой. Да, очень хороший бой, я не знаю, почему у Телеса не прошла карьера, да. Ты знаешь, я вспоминаю сейчас бои, те, которые мы видели уже в ходе нашего цикла и раньше, которые смотрел Телес. Он уже уходит. Да, да, замечательно. Телес гораздо лучше боксирует, чем многие именитые соперники Тайсона. Опять комментаторы говорят о том, что не смог даже потрясти Телеса, не то что нокаутировать, а потрясти не смог. В общем, равный бой идет, равный бой. Равный, но красивый. Да. Бой красивый. И, конечно, то, что Телес, помнишь, мы перед боем там говорили о том, что будет бегать, он ничего подобного, он не бегает. Он дерется. Не, ну, он двигается на дистанции, среди то, что бегать, а он хорошо двигается на дистанции. Ну да, просто разница встает, да, между бегать и хорошо двигаться, большая. Он вообще даже вот удары, вот эти прямые удары, которые он наносил, они очень похожи на удары медалей. Ну, он явно, так сказать, его, у него учился, да. Да, да, и... Взял многого лучшего, ну, хорошего, ну, конечно... Да, ну, это, конечно, не Али. Не достиг, да. Я говорю, у меня перед глазами... Вот он видит, что он не боится, он работает, он работает, он выполняет свою работу, самый классный. У меня перед глазами просто стоят бои Али, прежде всего, с Санни Листоном, 64-го года, с Кливлендом Уильямсом, по-моему, это 66-й год, с Зоро Фолли, 67-й год. Вот мои любимые бои Али, вот, где он как раз вот достиг, на мой взгляд, своего боксерского потолка. Ну, у него же прекрасный боя с Форманом, ну, с Рейзером. Понимаешь, это другие, это уже другой Али, уже потерявший скорость, да, суперскорость потерявший. Ну, голова у него работала, голова у него работала, особенно он работал, когда с Форманом, он обманул Формана, просто обманул. Да, возможность бить себя и всего равнен, на культуру. Восьмом, да, он ни разу не подставился чисто, потому что Форман-то... Вообще, это, конечно, такое занятие интересное, хотя и бессмысленно, это сравнивать лучших тяжеловесов. Да, конечно. я скажу что они все все прекрасно в своем такой свой период времени да 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 и в общем слава богу что они были мы их можем вот так вот вспоминать но продолжается в общем-то сценарий один и тот же да ну а наши телезрители сейчас имеют возможность увидеть то что они пропустили в отличие от всего остального мира что прошло мимо них тогда мы сейчас наверстаем упущены и продолжают левый джаба двигается ну прям вот некоторые движения али повторяют ногами ну любом копирует копирует да он слушал парави салона это просто то что сама напрашивается вообще физически похож на лицать крупнее просто и больше по размерам задать должное джеймсу что он и боксирует и продержался китайская тасс ну что он просто ходит он даже ничего не имеет работы такой не видит концовку я так думаю что концовку он будет раунд все равно делать но их сам зрители уже рычат недовольны да у него нет идеи что что делать с телесом он его не догоняет как-то конечно самолюбители фанаты вернее тайсона может быть сейчас не недовольны тем что может противники которые видят такой бой с этим ничего не делают да вот там дикторы говорят не диктора прошу прощения комментаторов и говорят что тайсона значительно опережает по очкам но я этого не вижу может быть там в первом раунде было два-три раунда был таких это он по очкам то выиграл но сейчас в последние раунды все в общем то они одинаковые там нужно давать туда-сюда да но это может судья тоже посчитать конечно конечно но после боя я скажу как судья посчитали потому что ну не хочу навязываться зрителям что бы то ни было я только забегаю забегая вперед скажу что двое судей из трех разделяют наши с тобой мнения а не мнения американских комментаторами итак последний раунд вот это приседающие на каждом шагу девушка нам об этом сообщила классная походка слушать 9 раундов пролетели у меня такое ощущение 5-6 раундов максимум посмотрели джо кортес рефери там разминается в углу устал и задает до однопряженки устал ну да может он же бой с тенью проведет все долго трое вот со мной больше мне тоже так показано может мы просто с нетерпением ждем итак последний раунд опять комментатор говорит о том что большинство зрителей пришло сюда смотреть нокаут именно вот так вот вот дело в том что там есть разные зрители один хочет красивого боя другого ходит жестокого нокаута вот мы с тобой явно к первой категории относятся но я боюсь лучше больше смотреть красивый да посмотреть да как мы с тобой уже не в студии не подались к экрану нравится красивый бой всегда смотреть приятно а это самом деле это красивый бой и видно что джеймс тоже показывает ну правильно как есть такое выражение классный бой пока выражение в американской журналистике боксерской первое что чтобы станцевать танго нужно двое да и чтобы хороший бой дать драться должны оба вот опять комментаторы все повторяют на разные лады что многие разочарованы вот все таки не надо забывать что тайсона в этом бою еще нет даже 20 лет это все-таки совсем-совсем молодой еще боец на тайсона она пил таймфер синий свиньи все пиле он попал сейчас реку слева опять тут телес как-то не не так реагирует на его удары как предыдущие соперники терпением больше терпит да терпит мужество зубу жар да смотри часто не сильно но зима тоже тоже больно мужчина это жизнь ах ты пропустил я что-то так хорошо работаю да смотрю этот бой так а вот результаты как будто их не видят его видел раньше я уже смотрел первый раз и я скажу что тут не видно особо такую победу тэйсона совершенно равный бой конечно великолепно что один и второй они оба отлично работают но конечно тайсон она может быть более если бы он работал более агрессивные более взрывоопасно так сказать как динамит то вот пошел концовка их концовки и пропустил сейчас у да все продолжают они еще продолжают да 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 мы не продолжат душевой ну фарик видно же разочарован тайсон да значит ну давайте посмотрим повторы вот фарик он ли это было прям как что-то не любит когда вот уже бьют да да это кстати еще молодой холифелл подметил то есть он не любит когда с ним обращаются так как он обращается с другими да хороший бой ну я вам скажу уважаемые телезрители что там судьи считали да так вот один судья придерживаться примерно того же мнения что и американские комментаторы он отдал 8 раундов тайсону два раунда телесу а двое других судей отдали тайсону шесть раундов и телесу четыре раунда мне кажется что вот это ближе как-то к истине как-то нет нет сомнений в том что тайсон победил него не было вот этого 8 2 не надо было конечно два-три раунда было таких ничейных которые как они там ну можно их делить там туда-сюда давай да смотри видишь судьи немного тянут с решением такое ощущение хорошо что мы его уже знали такое нервозное состояние он где-то 5 раундов тайсон выиграл да ну и еще там 5 раундов выиграл еще там несколько ничейных туда-сюда да которые обычно ничью как-то стараются не ставить и дают там один ничейный в одну сторону другую в другую ну и сейчас наверно мы услышим уже интересного только что видели до признаем результат и все равно как-то ждем до чего не будет интересный сам эффект да 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 поднятие руки и прочтение этих очков считают там сколько из чего 86 год до 18 лет назад время быстро идешь я надо что время служу как раз время служил в армии знать не знал о тайсоне он так быстро взлетел я ушел в армию 85-ом и никакого тайсона еще тогда не знали весной 85-го ну как вам один судя 6 4 по раунду второй тоже 6 4 и 8 дом ну как вы видели там в углу телеса даже ходили руку подняли да 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 но это я думаю неправильно и по моему самого телеса претензий нету но бой сделали оба отличный бой бой хороший красивый сам он красивый и продолжительный да по моему это лучший бой тайсона который мы видели до до сих пор один из лучших я не могу доказать что это лучший бой но это один из лучших боев потому что у него даже если короткие бои и они тоже великолепны я просто он нашим бои все вот по практически все там которые мы показывали они такого высокого качества что после каждого из них хочется сказать то и вот это почти каждый лучший бой вот так что это совсем не то что вы подумали уважаемые телезрители это мы не тут не тонко намекаю вам на то чтобы вы продолжали смотреть нашу программу я думаю что вы и без наших намеков будете смотреть и собрали сам тайсона можно смотреть в любом сколько угодно да сколько угодно так ну а сейчас видимо у тайсона возьмут интервью возможно у телеса потому что это в общем-то результат расстынился как сенсационный не разбериха небольшая по-моему на ринге не знаю получать ему какой-нибудь пояс или не вручать нет по-моему тайсон то доволен своим боем он доволен тем что он продержался 10 раундов и теперь вот я знаю что могу продержаться 10 раундов оплаты 5 тыс бэсс лабитин грейд и кэта фай мы маним тилес был отличной формы пришел драться спрашивают почему он не бил серии может быть его быстрое передвижение мешало но тайсон пытается сказать что он бегал но это не совсем так как вы видели и майк утверждает что он не потерял уверенности в себе что он может по-прежнему нокаутировать своих противник он говорит что относится к этому чисто профессионально он уходил от большинства ударов телеса не пропускал практически